Субтитры создавал DimaTorzok 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 Значит, когда она в задачниках есть , или вот Галис Ильич Корнаков-Логан, там определяется влияние основного уровня. И вот написано формула из этих задачников, там она есть. Кстати сказать, в Логан и Эллиоте этой формулы нет. Там есть только какие-то аналитические формулы, и может даже, что-то будет сильно лучше, чем вот эта. Ну, это, чтобы я не буду ухомить. А, можно сказать, вот этой формулы, во всяком случае, у них Логан и Эллиота нету. Есть эта мандаулическая, у нее очень плохая формула, потому что если ей вот Галис, как накроет в Огане, точность этой формы очень плохая. Первый раз я был в случае от Владимира Стефановича Пахома, и семинар, как он мне рассказал в свою работу, ну, это было сделано. Но, тем не менее, чтобы качественно понять, что происходит, тебе надо не численные решения иметь, а хоть какую-то аналитическую формулу. И в чем она вся... Да, ну, почему она энергия, да? Энергия. Это значит, если лидер, который ногу без всякой, это не основном можно. То есть если я был в углу магнитного поля, то будет лидер. Энергия равна лидер. Энергия равна лидер. Это меньше, чем лидер пополам. Но в случае поля, эта энергия уровень идет вниз, и тут квадрат Маганитма, отношение магнитного поля, вот к этой величине М2 е у. Когда М2, он уходит, чем М2, квадрат М2, и уровень гораздо глубже, чем лидер. Уходит вниз. И хотя точность, еще раз я повторяю, эта формула очень плохая, но тем не менее, чтобы хоть качественно происходить, хоть понять, что происходит. Действительно, если б с минусы бесконечности, то что у чечного решения Лонгана или вот что на этой формуле, поля действительно идет на минус бесконечности. Вот это для меня важно. И еще что? Более аккуратная формула, если мы напишем, все равно идет на минус бесконечности. Представьте себе, ну, эта задача, она, Лонгана увеличится в некий шедевр, как она там написана. Там вообще все задачи, это как-то нелегкое чтение, но это нечто особенное. То есть, когда вы начинаете не разбираться, у вас вопросов на каждую строчку, очень много вопросов. Но, в частности, тут есть как... Тем не менее, все утверждения, которые есть, в общем, более-менее правильные, но тут есть одно явно неправильное утверждение, у них написано, что это формула метеоритических точност, а точная формула отличается численным множником, который тут стоит. Это под алгоритмом. Вот это просто неправильное утверждение, под алгоритмом стоит тоже функционал b. Хорошо. Ну, тем не менее, Лонгана в этом все это имеет отношение, я уже сказал, тоже, видимо, вещество тариц, мы добавляли, ну, вот, 74-м, как раз, это задание, в котором я учился, еще этой задачи не было. У нас тоже возникло. Значит, вот так или иначе, это вот утверждение правильное, что если вы делаете вот такое уравнение Шреддингера, решаете в таком потенциале, если у них магнитное поле лодуска, то уровень уходит, когда b, магнитное поле запомин Rabbol изединин, то уровень уходит минимум без конца. Это правильное утверждение, правильное утверждение, и вот основное, что я вам бы рассказали, что утверждение неправильное. То есть, если будут рекомендационные поправки, то поправки типу М6, то тогда, это вообще-то маленькие поправки, как вы знаете, правильно? А тут это, наоборот, хоть поправка, так сказать, это никакая не поправка, она просто определяет, что я не уже, но переход перестает уходить, имеет рекомендационный потенциал, более низким, не уходит. Вот это тоже я вам буду рассказывать. Почему это так? Такой, что я не сказал в видении. В видении я не сказал, что до сих пор вам все-таки расставлены в большей области науки, и это очень хорошо, потому что в вашу акцию. Кругозор разбегался, это очень хорошо, потому что я рассказываю, это одна простая задача. Ну, простая, сложная, отдельная, просто одна задача. Ну, недостаток тот, что у вас кругозор не расширится, а преимущество то, что я постараюсь, я должен сказать это так, что вы все эти формулы, которые я вам покажу, вы, если там вы придете, вы можете спокойно все эти формулы произвести. А задача по вам красивая. Вот это еще извините. Четырый пункт я сказал. Три, второй. Насколько я помню, они говорили, что по глагариуму не n квадрат е, а n квадрат е. Может быть, печатку просто? Нет, ну, просто вы все правили на своем принципе. А там по глагариуму b, а n квадрат е. Вместо е куба? Да. Т.е. А? Н квадрат е куб. А там, наверное, е куб в числитель. Вот. А-а-а. Е куб в числительнее, знаменательнее. А-а-а-а. У меня h равно c равно единице. А у меня h равно c равно единице. Так. И е квадрат е, е квадрат е, а n квадрат е, а n квадрат е. Нет. Там так все-таки не надо. Ну, есть наступка, что есть неотечатка, а конституционная. А вот сказано, что отечается просто численным множителем. Что неправильно. А-а-а. Итак, я хочу разобраться. Давайте какую-нибудь задачку еще более простую. Для начала. Т.е. Я сказал, что движение массы z происходит как свободное движение. Давайте рассмотрим двумерную фанту электродинали. Время и z. x, y украсываем. И, так сказать, рассматриваем тоже клоновскую задачу двумерных партнерных терминалов. Если, так сказать, в этой двумерной задаче электроны не имеют массы, они безмассовые, то это тоже называется модель шнукера. Это сделан в начале 60-х годов. И там, чем эта знаменита модель. Хм-м-м-м-м. Ну, хорошо, сейчас. А я сейчас за что тут написано. Значит, вот в этой модели мы сейчас посмотрим пропорционные поправки к клоновскому потенциалу в данном мире. И, значит, начнем на нем презентационная игра закона происхождения инфекционных поправок. Напишем, ну, эта форму достаточно простая, но тем не менее мы не сможем обидеть, я не могу с нее взять, было оттендуем. В культе образы, поэтому напишем некоторую комплекирующую форму. Напишем аналитическую форму для этого потенциала. И там мы увидим следующее, когда мы посмотрим на этот потенциал. Ну, вот тут давайте еще раз. Здесь у вас есть модель шнукера, я думаю, вам на лекции стандартной модели могли рассказать. Потому что это первый пример, когда у вас совмещается в этой модели калибровочная вариантность теории и массивность векторного поля. Вот это модель замечательно, потому что, ну, тогда это была эта игрушка. Просто как бы все считали, что у вас есть калибровочная вероятность, либо поле массивное, да? А это вот и то и другое совмещает. Но, как сейчас мы знаем, вот, если это слабое взаимодействие, то есть эти дублевые из-за бозона, они приборочные ингредиантные, дублевые из-за одной массивные. Поэтому сейчас я хочу такой хороший пример. Значит, с однакной моделью у вас хиксовский механизм генерации массы, тут никакого хикса нет, но есть без массового электрона. Поэтому тоже есть это пещеревое возбуждение, масса равна нулю, и у вас в сущности потом смешивается с позитронием из массового. И поэтому фотон набирает массу. Это происходит при массе равном уровне. Значит, раз фотон набирает массу, у вас есть кронировка потенциала. Так? Кулоновская, ну, так сказать, дюкарская кронировка, почему фотон массивная. Ну, это, как это, всем известно. И, вроде, этой моей задачи никого отношения не нет, потому что у меня-то фотон как раз... У меня, простите, электроны, конечно, массивные. Я рассказываю нормальную историю, теорию, что электроны массивные. И сейчас в спектре есть щель, и потом в модели Шрингера останется без массового. Ну, тут есть некоторая хитрость, потому что... Давайте еще раз вспомним модель Шрингера. В модели Шрингера в двумерной электродинамике векторное поле безразмерное. Знаете вы это? Ну, это совсем просто. Исчел джа, т.е. в меню в квадрате. Т.е. в меню это действие. Т.е. в меню в квадрате по d2x интегрирует, d2. Т.е. в меню это dn аню минус dn аню в квадрате. Поэтому уже она у вас безразмерная из-за того, что d в квадрате производится. Поэтому а безразмерное. Т.е. поле а безразмерное. А зато, когда мы пишем для того, что вариант взаимодействия гидсорблеонов с фотонами, мы допишем d минус g а на psi. d имеет размерность массы, значит g имеет размерность массы. Значит, в модели Шрингера у вас есть, ну вернее, двумерная электродинамика, у вас есть два параметра размерности массы. Это масса электрона и константа g. Вот. Если масса равна нулю, то фондон набирает массу пропорциональную или константе g. Это эти взаимодействия. Она размерная, вот у него масса пропорциональная g. Теперь, пусть если m много больше g, то никакого масса он не набирает. Но зато, когда m становится меньше g, у вас должен быть декорированный переход к нулю. Поэтому, если m меньше g, вот как тут написано, то тогда уже у фотона появляется некая масса и имеется некоторая экранировка потенциала при всех z. При g большая. Ну и вот это, так сказать, посмотрим подробно. Значит, вот в этой задачке для массивного электрона если g большое, имеется экранировка потенциала. Но вопрос в том, что у нас там, что играет роль g. Потому что у нас, так сказать, заряд уже безразмерный. Так вот у нас вторая задача, это роль g будет играть произведение b на e. Вот когда b на e будет больше массы, то тогда, так сказать, тоже потом как бы наберешь массу и как бы будет экранировка и гуманский потенциал. Я не могу вам рассказать. Ну, разобравшись, мы перейдем в четырехмерные кардинафики, потом наберет массу, как я написал, m гамма в квадрате есть e q b, если магнитное поле будет большим, если оно будет много больше, чем m e в квадрате, делить на e в квадрате. Значит, что это? m e в квадрате делить на e, это так называемое критическое поле. Ну, я чуть-чуть позже про него скажу. Просто это 4,4 на 10,13 гаусса. Это известно. А у меня в 137 раз больше. Еще e в квадрате в квадрате. Это поле, значит, 137,4 на 10,13, то есть примерно 6 на 10,15 гаусса. Это поле, при котором классическая электродинамика не применима. Правильно? Вот, у Ландауна есть это в том томе замечание, когда сила радиационная 3 становится собственной системе порядка. Лоренцевой силы классической электродинамики не применима. Это в 137 раз больше шпингеровского ну или гриберского. Шпингеровское поле это электрическое поле. Правильно? Для электричества и для магнитного они это говорят. Нет, все-таки магнитное поле электрические вещи разные. Электрическое поле больше, чем м квадрате существует все это не может. Говорим, это поле 137 раз больше. А? Это магнитное поле Магнитное поле оно как народ же говорил вчера, что магнитное поле не ускорено, оно не вырывает из вакуума ничего. Значит, магнитное поле может быть большой. Насчет классической электродинамики то как бы поле большое надо всем аккуратно работать, но оно в природе практически реализуется. Давайте чуть-чуть скажу, что поле действительно получается громадное. Наверное, там будет специальное образование, где там будет написано какие вообще поля бывают, может быть, забегаясь вперед, есть такие звезды магнитары и считается, что у них поля порядка 10-15 градусов. То есть, больше, чем физические. То есть, такие объекты, классическая электродинамика может, они не описываются, но существуют тем не менее. А зачем? Он должен причем не другим описывать. Вот. Но у меня будет неклассическое квантов. Так. Значит, давайте я сейчас отключусь. Значит, если поле вот такое большое, то тогда у меня будет и тренировка, и асинтатическое поведение фи от z будет таким. При z много больше полного средины волны электронной единицы на ебьё. У меня будет обычная потенциал единицы на z, никакого тренировки не будет. Если z много больше. Если z много меньше единицы на ебьё, то есть, это масса фотонов. Я всё время скажу на кавычки. На самом деле, даже как и Шлингери, массового фотона нету, потому что щеливания есть. То есть, на бесконечных расстояниях у меня кулон, а там линейный потенциал. Но, тем не менее, есть экранировка. Потенциал меняется, груди меняется. Ну, формулы я не дышу, будет это всякий. Я боюсь, что я вам как-то, может быть, кажется, что это очень сложно, но сейчас я начну написать, и тут действительно всё вполне элементарно. Значит, дальше мы можем обсуждать энергию основного состояния атома водорода среди всех сильных магнитных полях. Такие поля мы всё сильными называем, когда я могу больше от этой величины про возбуждённый уровень немножко говорю, потом литературу покажу моего полного отключения. Значит, давайте атом водорода в сильном магнитном поле. Значит, начнём вот с кулоновской задачи, которую вы знаете, обычная гвантная механика. Вот мы имеем управление щега-денгера, трёхмерная ситуация, кулоновская задача, трёхмерная, ну и вы все знаете, что вы решаете физической симметрии, поэтому вы приходите как в физической системе координат, и у вас получается вот такое уравнение для функции капа r, что p квадратная b минус e квадратная r потенциал на капа r равно энергию на капа r. Вот это уравнение щега-денгера. Для идеального значения. Настоящая луновая функция есть вот это капа поделить на r. Этот r вообще бывает только положительным, естественно, потому что радиус р. Из-за того, что у вас настоящая луновая функция есть вот такое отношение, у вас есть требование, что капа нуля должна равняться 0. Если она не 0, то у вас будет добрый скатерин. Человек просто все из того человека, который вы к вам в механике научили, там все это написано, в компе научили. Вот. Ну, действительно, если у вас капа нуля не 0, то тогда вот эта лунасиана действует на r, вы получите дельта g. То есть у вас будет дельта функциональная особенность, которой у вас нет. Поэтому, так сказать, вам необходимо требовать, чтобы если у вас задача трехмерная, вам надо требовать, чтобы вот эта капа в нуле равнялась 0. Все, помните, исполнительника. Дальше. А теперь перейдем к одномерному кулону. Одномерному кулону, чем в начале координации едет протон, или трон может бегать от минус бесконечности до плюс бесконечности. Одномерная задача. То же самое уравнение такое же. Трехмерная задача может быть з на ну, как я сказал, з может быть любым, и пси в нуле, в частности, может быть не 0. Ничего особенного этого не будет. Вот. Ну, давайте попробуем найти энергию основного уровня для этого уравнения Шеллингера. Ну, возьмем какую-нибудь пробную функцию и посчитаем на ней энергию. Энергия настоящей будет только ничем. Берем пробную функцию без узлов экспонента минус z на b, потому что у а в больших расстояниях может быть. Считаем по ней энергию. Потенциальную энергию найдем, начнем считать. Интеграл единицы на z, простите, от этой экспоненты, которая в нуле константы до самотеертической из-за констанции. То есть, в этом смысле одномерный филон это даже бессмысленное, энергия основного уровня проваливается на минус бесконечности. То есть, такая математическая задача у нее спектром не ограничен снизу. Проваливается. Но наша задача она все-таки физическая, у нас действительно электрон входит в задаче z, но когда у нас z такое маленькое, что оно становится меньше, чем вот этот радиус ландау единицы на крайне из eb, тогда задача становится уже трехмерной. У нас не одномерное умножение. Правда? Это как в классе одномерное, на больших расстояниях что у нас сеть одномерная, а она трехмерная. Поэтому у нас есть обвязание вот тут вот. У нас есть обвязание, мы должны написать эффективный потенциал, это достаточно красивая задача, которая еще сделана еще до 39-го году, а надо написать вам эффективный потенциал, но эффективный потенциал в таком аниматическом приближении, что у вас быстрое движение идет к антибулярной плоскости магнитного поля и медленное движение идет по оси z. Ну или можно сказать, что детинка целом будет иметь когда-то такой вид. То есть когда расстояние много больше a h, это единица на z, а на маленьких расстояниях это то, что тут написано. Тогда этот организм, который будет с расходимости будет вот так вот регуляризован, и вы получите наградить в отношении пороского радиуса к a h. Вот это вот вы говорите b на маленькой квадратии куб, где a b это пороский радиус. И в результате, если вы примените тот прием, что написан как ландровлющие задачники, так и задачники Кольцкого Когена Кронакова, Кронакова Когена, где они считают это как мелком потенциале. Здесь ландровлющие такая фокуна на мелком потенциале, который не кулоны вообще-то нехорошие. Но потенциал, когда у вас уровень около нуля болтается, потенциал достаточно глубокий, уровень около нуля, и он конечный. Тогда вы можете выбраться за этот потенциал и там получить изображение вот такое выражение генетрии. Но за основу потенциал вы никогда не можете выбраться. Он тянется до бесконечности. Поэтому, так сказать, вот именно корень зла почему формула имеет плохую точность? Это именно из-за того, что приближение плохое. Но тем не менее, получите эту формулу и, так сказать, аналитическая формула написала эти задачи. Эли вы пробовали сделать численно все это с D1, так сказать, и там они получали численную при любом нормальном поле, так сказать, получать достаточно аналитическую вот эту, так сказать, аналитическую вот я вам додачу, как это предлагается в аналитическом видео кальцем на коле. Дальше, Паша. Да, сказал, но не до конца. Значит, это я говорю про основной уровень. Основной уровень, значит, он ритмически уходит на минус бесконечности. Что касается первого безбужденного уровня, он должен иметь кучу. Да, но потенциал он четный. Z минус Z весеннее, потенциал не меняется. Поэтому основная функция будет четная и нечетная. Значит, первый уровень будет четный, естественно, без узлов. Ну, основной уровень, нулевой, так сказать, будет четный. Первый возбужденный уровень будет нечетный. У него есть узел. Узел в нуле. Раз у него узел в нуле, то это как раз вот та самая функция трехмерной полосы, которую я начал. И энергия у нее будет практически как вот один ритм. Но тут некоторое есть отличие, потому что на маленьких расстояниях задача становится не единица на Z, а немножко другой, да? Ну, это маленькое такое отличие для нечетного уровня, а оно маленькое. Значит, следующий это, значит, первый возбужденный уровень. Второй уровень должен быть уже два узла. Он четный, но он должен быть выше, естественно, да? Поэтому он никакой минус бесконечность не провалится, а он будет, так сказать, ну, вот между этим, ну, довольно-таки, из-за того, что у него в нуле половая функция не ноль, так, четное состояние, и он узел у него в нуле. Из-за этого у него, конечно, потому что у него в нуле, так сказать, есть регуляризация потенциала, а аж из-за этого он сдвигается достаточно заметно. То есть он сдвигается, например, в Риттберге достаточно заметно. Ну, и вот дальше идут все эти уровни, если действительно магнитное поле ценит совсем бесконечность, тогда у вас эти уровни вырождаются парами. Ну, а на самом деле там есть некоторые точки. То есть картинный спектр такой. Основной уровень очень далеко внизу, потом два уровня практически выражены на Риттберг, ну и следующее, просто Риттберг с усилием ученицам, простите, это уже Баймберовская называется, да? Тварен в полете. И вот они палочками сидят в этой состоянии. Ну, вот так и вот. Хорошие аналитические формулы есть в работе, по-моему, если вас это интересует 2003 года, есть хорошие аналитические формулы, на которых есть высокая точность. И для возбужденных, и для... Невариационные. Что? Невариационные. Когда они это получили, это невариационные, нет, с шифкой. Ну, с шифкой. Если вам интересно, хорошо, это квантовая механика. Но это не очень важная работа, поэтому я вам могу сказать, значит, как они это делали. Они брали аналитическую формулу. Вот это, я сказал, Озравлевщество сделало, так сказать, именно Озравлевщество это ЕС. Сделали с помощью этой мелкой ямы. Как сделать Ирнаков и Папов? Это они, значит, сделали так. Они сказали, что на больших расстояниях по себе это кулон, решение кулона вы знаете. Функции у Этекера. А на малых расстояниях можно вытащить эту главную функцию из нуля, написать вот такой аналогичный интеграл. Я вообще принимал, когда он написал Ну вот такого типа интеграла написать, это будет Капа-плим. Исчесть функций. Исчесть нулновые функции. Вы выходите далеко вот из этой ямы, из АН, гораздо дальше, так? И так уже у вас работает Этекер. Вот такими... Не делали по каждому 3-х Ландау. Что? А Ландау решал, то есть мы сделали 3-х Ландау. Не-не, это совершенно не 2-х Ландау и вообще Ландау ни при чём. Ураяна. Ураяна. Шевка.. не может так сделать, потому что там не свободно. И они сшили с помощью петера. И поэтому они получили зашили герметичные производства. Тут много всякой красоты. Давайте я сюда все-таки не буду уходить, потому что, бывает, вот так сказать, вы можете вашу руку задать, потому что вы находитесь в интересах красивых. Ну, с Владимиром Падо спросит. Вот. Ну, а мне, у меня сегодня немножко другой интерес. Так, рассказал про вот эту задачу. Рассказал тебе, про какие бывают вообще поля. Значит, вот, когда поле, показать задача, когда поле сильное, когда ландаро радиус меньше, чем боровский радиус, то b больше, чем n квадратное eq, но n квадратное eq будет 2 и 4 на 10-9 градусов. Я его буду называть, но дальше все условно. Что сильное поле, что сверхсильное поле, это от задачи, конечно, зависит. Мне удобно называть такое поле сильным, а поле, которое он может, чем n квадратное, выделить на eq, то есть это лишнее альфер 10 в 6. Вот такое поле, которое сейчас на 10 в 15 гаусс, его я буду называть сверхсильно. Когда появятся вот эти... В этих полях имеются вот, так сказать, романтино-механические задачи, а вот эти появятся и керамеры. Теперь, еще есть физическое поле. Ну, магнитное поле электрическое имеет одно и ту же размерность. Вместе уединиться, а же равно c равно и единиться. Электрическое поле, я имею в виду, конечно, имперское. Говорил про него Николай Валерьевич вчера, и сегодня, я думаю, будет говорить. В нем рождаются пары. Ну, и даже раньше, когда начинали рождаться. А это просто такая же величина. Никакой физического рождения. Ничего в ней не происходит. Замечательно. Магнитное поле правит, палы, как они рождают, это, по аналогии, называют критичным. Тем не менее, кое-чем это магнитное поле замечательное, вот это у меня статистическое. Значит, она очень речитная, а не семенадцатый гаусс. Теперь, вот это я вам сказал. Теперь, какие поля вообще у меня бывают в лабораториях? Вот это я написал, и что-то я стал сомневаться, не набрал ее, не в больных тестов. Значит, вот здесь... Магнитный. А? Причем внутри. Индистизм. Индизм. Индизм. В чем? Индизм. Ну, тогда какие бывают, на маленьких машинах? Какие бывают в лабораторные поляции? У нас, скажем, череп. Вот там вот, когда шестьдесят, даже равняется... Шестьдесят тесла. То есть, сто тесла — это десять шестой гаусс. И бывают такие поляции? Да. Индизм. Но не взрывы. Нет, нет, нет. Этраны просто не говорят, на иголочка десять миллисек. Ну, то есть, для атома, бесконечное время, пока обернется электрон, даже в этом направлении. То есть... Десять шестой гаусс уже есть, это не надо никакого момента. Ну, дело, если вы волнитные ягоды, ускоряется, и в момент сжать, кажется, какая-то типа... Ну, хорошо. Ну, хорошо. Моразь, значит, какая? Конечно, лаборатория является сверхфетического поля. Вы когда-нибудь доберетесь? В природе она может почти такое существует. Но в конце концов, у вас остаются математические задачи. Ну, хочу я просто видеть бесконечное, посмотрите, что происходит с уровнем. Эта математическая задача у нас существует. Дальше. Значит, вот тут написано, все сильные поля начинаются. Что манго-экранические шутевые поправки, потомных бакатов, сильно изменяют вот эту вот энергию оборудового состояния, и все то много больше, непонятно едет. Значит, ну, давайте начнем уравнение терраса, и посмотрим на него спектр в постоянном магнитном поле. В постоянном однородном магнитном поле. Кстати сказать, вот эта форма, вот эта энергия уровня, эндом уровня в квадрате, есть масса электронов в квадрате. Плюс по z в квадрате, он по z входит свободно. И вот это вот, у него движение, в прежней уровне плантуется, в прежней плоскости плантуется, 2n плюс 1gb плюс сигма е, сигма плюс минус единица, это направление спина, ну, а nb, капитальное квадровое число. Ну, вот, кстати сказать, какой-то исторический такой парадокс, это решение уравнения Дирака, и Дирак уравнение решил радио в 28-ом году, и нашел вот эту формулу. У него было только вместо 2n плюс сигма стояло 2j, j равно 0,1,2, то есть спектр такой же. Ландау решал в 30-ом году, а эти уровни называются в группе Дирака. Он нашел не только спектр, он и луновые функции нашел, он будет обещать эти выращенные электрические функции, нашел луновые функции тоже. А Ландау решал в 30-ом году, Ландау решал в рогнейшие рейтинге, в рогнейшие теракты. Но на Рабиде он не ссылался на работу, то есть как бы независимое. Но единственное, с чем Рабиде он забрался, вот если хотите, у меня с собой есть работа с соського года, она написана в нем языке, потому что я какие-то тонкости не понял. Но дело в том, что, если для уравнения Диракова правильно написал спектр, дальше он начал делать электрический прием Раби. И он написал, что какой-то имеется Шреддингерский электрон, но магнитиша, Шреддингерский электрон, не магнитный. И поэтому он этот кусок выкинул. Поэтому у него спектр получился просто n плюс 1, 2, без вот этой силы. Для уравнения Шреддингера. Кто-то ничего не мог сказать, потому что до времени, конечно же, уже было уравнение Паули, конечно все знают, что у электронов есть спины, магнитный момент, что-то означает свой электрический прием, я не знаю. У меня так и так и интересуется такая общая электринская форма, но я хочу электрический прием, перейти. Магнитный момент не будет электронным. И будет доставка. Вот. Ну это такое вам, такое специальное, так сказать, замечание, что вроде все-таки, ну Дирак, во всяком случае, ранее, ранее, чем Галандама, а там Дирак. Вот. Да, вот. Если, значит, поле больше, чем m в квадрате поделить на e, то энергия электрона начинает быть, электрон начинает быть электрический, реликтивист. Вот этим замечательное критическое поле. То есть поле больше критического, то он на уровне фламдау, на всех уровнях, кроме нулевого, кроме основного уровня на нулевого, и сигма-минус единициального на нулевого, электрон становится реликтивистым. Если же у меня будет b, это мои сверхфизические поля, чем когда ты поделишь на e, когда энергия будет n на e, и даже больше, чем 1 на e. То есть он будет выиграть электрический электрон. И поэтому, чтобы анализировать задачу, мне нужно решать правдение Дирака. Я собираюсь решать правдение Дирака. Я собираюсь заниматься именно основным состоянием. а в основном основное такое замечательное, что здесь, так сказать, нулевая моря. Что у него энергия равна массе. Знаете, когда то есть, кто за это? Он нерелитейский. То есть на основном уровне ландрау, несмотря на то, что поля такие сверхсильные магнитные поля, электрон нерелитейский. И рассмотрение правдение Дирака самое согласованное. Значит, я собираюсь заниматься нижним уровнем ландрау, новым ландраумом, у которого 0-1, и я собираюсь изучать, как этот нижний уровень ландрау будет расщепляться в угоновском поле гибра. Значит, я беру атом водорода, электрон у меня сидит на нижнем уровне ландрау, он движется вдоль на си, Z, а протон у меня стоит в цифровном уровне. И спрашиваю я, какой электрический потенциал будет чувствовать электрон? И в этот момент я хочу перейти к задаче двумерной. Думерной патруль, потому что у меня есть я сказал про когда я рассказывал про антимеханическую задачу, я сказал, что вот какие энергии, я искал форму. Форма волновой функции, тоже такая наглядная картинка, у него поперечный размер у того функции это радиус ландрау, а протон он очень большой, порядка форусского радиуса. Поэтому это такие типа сигары, а когда поле становится все больше и проще, становится такая иголочка уже, а когда становится вот таким большим зафигом поля, это вообще как голос такой. То есть волновая функция имеет вот такую форму, она сжата поперек и тянется в ДЛСССР. Вот. Ну теперь давайте в примерном случае перейдем. Значит, хочу считать потенциалы. ТОП-ФИ это нулевая 4 объектного потенциала, и она равна без упаковочек без заряда 4DG на КПРС. Нахожу фуле образ, нахожу потенциал как у нас в доставлении. Значит, дальше хочу вот эту диаграмму. Хочу учесть она поправку. Позиционный оператор. Тогда будет такая формула, что ФИ это будет 1 на 0, это есть пропаганда вот этот, который весенец на КПРС, плюс ставки позиционного оператора, плюс т.д. и т.д. в результате позиционного оператора спускается в генетическую прогрессию с самого уровня. Значит, там есть на счет рисунок модификация уловского потенциала из-за одевания фотонного оператора. Значит, если мы просимулируем еще раз эту серию, получим вот такую формулу, и мне надо посчитать вот этот ПИ. Он будет у меня теория, так сказать, токи сохраняются, поэтому позиционный оператор уже такой нет. Значит, ее посчитать, кстати сказать, тоже совсем просто инфляционный оператор, но если когда вам рассказывали так, допустим, стандартную модель, вы метр размерной эквилизации, вам, наверное, рассказывали, как считать интегралу. Не рассказывали, но вы знаете, есть размерная эквилизация, считаем пространство вот если вы это положите равно 2, то вы когда-то получите форму для традиционного оператора в определенном пространстве. Ну, учесть нам надо множители, из-за того, что у вас спина в струне свободна не 4, а 2. Шпура гамма матрицы определяется сигма-матрицами, там двойки, после того, чтобы умножить на 2, вы просто берете стандартную формулу из учебников, где по размерной инфляциации считается традиционный оператор самое простое учреждение, и получаете вот эту формулу. Значит, что-то написано. Значит, традиционный оператор имеет размерность массы, квадрат массы, ну, вот, действительно, тут стоит g в квадрате, а это безразмерная функция, вот, глагарин, иди, знакомьтесь, тут глагарин, вот такой сумма минус единица, и, значит, t это отношение k в квадрате, а не 4 в квадрате. k в квадрате 2, то 0 в квадрате минус k в квадрате. g в массе, значит, по размерной инфляции я рассказал, когда равно до их получите. Вот хороший вопрос, между прочим, почему он конечный? Вы знаете, в четырех мере инфляционный оператор расходится, вам надо, например, ровь как-то делать правильно, там, массов одном, допустим, автоматически восстанавливаем, потом заядыши тоже, да, при нормировании, а тут он получается конечным. Вот это хорошее, физического смысла, я не могу сказать, кстати, математического, тут даже на математическом посмотрите, интересно. Потому что, на самом деле, еще раз, играл d2pn поделить на два пропаганта, показал бы, он эффективно расходится. Тем не менее, он всходится и его конечный увеличен. Вот вам вопрос. Значит, давайте, хочу считать вот этот издательницей потенциала. Значит, двух, двухинпункциях есть, на комeterie, нулевая, временная компонента, 0, есть пространственная компонента, k, параллельная, я имею в виду, это как бы, вспоминаю про то, что у меня параллельная параллельная база, под геникулянная, xy. m это правильно, чешо-мерная задача, Значит, k в продаче есть минус k в правильной квадрате, и для булоновского потенциала в координатном представлении получаю вот такую форму. Надо взять эту позиционную операцию, сюда его подставить, и сделать себе ее образ. И буду иметь потенциал. Вопросы? Вопросы. Он, наверное, входит к тому, как из-за этого сложения. Сначала делает механично, а потом стремится. Я как-то не стремлю, я буду иметь потенциал. И что из-за этого? Почему он корректирует? Из-за чего? Из-за того, что делаете пределение вперед. Известно, что в таких задачах не все равно, что отличается, если есть 3-е пределение. Давайте я скажу, как вам это понравится. Значит, вы знаете, гамма-мю, гамма-ню, гамма-ню. Чему там? Гамма-мю, гамма-ню, гамма-ню. Это есть минус 2 гамма-ню, правильно? Знаете так? На самом деле, считаю, что минус 2. Минус 2 – это 2 минус 2. 2 минус 2. В 4 мерии минус 2. А в 2 мерии – это 0. И вот там действительно есть 7. Это как вы говорите. Потому что вы немножко от планировались от 2 мерии. Грекция. Числитель. И он расходится. Видите, не знаете. Вот результат такой получается. Я думаю, что единственный способ вы считаете, как вы не знаете. Не, ну, наверное, там Швейнгер считает как-нибудь его по-своему. Даже можно по-разному считать, я не думаю. Ну, не знаю. Размерная реализация возникла сильно позже. А все эти формулы были и так дальше. Ну, вы накладываете требования и прочные варианты, и получаете теорию, которые вы показываете. Ну, у меня уже бывает так. Как я считал, потому что я считал данной реализации. Конечно, шли, там, так сказать. Те, по-своему, наши размеры реализации. И, тем не менее, нам вот известно, что нет никаких… Ну, это маночилие очень интересное. Там нет никаких поправок, потому что именно вот из-за этого свойства, там, в этой речке не стоит. Написано, что единственный – это позиционный пират. Все одевания – все уходят в норму. Если теория безмассовая. И это связано вот именно вот с этим свойством гамма-модерца. Другие. Ну, давайте я сюда не буду ходить. Я модель-чинера как таковая, а безмассовая – мало. У меня как раз массивная, конечно. Значит, вот это я написал навязание для потенциала. Теперь я могу написать функциональную энергию. Если у меня есть заряд плюс Ж и минус Ж, функциональная энергия здесь минус Ж нафи. Значит, теперь, вот тут я просто хочу вам напомнить, что я делаю. Потому что вот здесь патрульный динамик, когда есть вот серка, про которую Николай Борисович говорит здесь, потенциалом Юринга, правда, называется. Юринга-серка называется. Юринга-серка называется. Благодарю, если тоже. Это поправка потенциала кулона. Я надеюсь, вы ее знаете просто. То, что я рассказываю – это маленькие вариации на эту тему. Потому что здесь мы имеем четырех мега витамин, без всякого магнитного поля. Мы можем посчитать как позиционный оператор. И, ну, естественно, вот, в Лизинске еще это есть, когда они четвертый тонн, фронтавливающая теория терапевтизика. Ну, или любой будет. Если вы любите больше, там тоже это есть. И там есть поправки порядка е квадратных потенциала. За счет этой петли. Значит, есть расстояние. Потенциал изменяется, там, так сказать, на разных расстояниях по-разному. Если расстояние немного больше, ну, с длины волны электрона, обычно вас это интересует, потому что электрон всегда болтается в одно на таких расстояниях, то тогда это экспоненциально подавленная поправка. Бинус БРМ. Потому что, когда разрезает экспозиционный оператор, там порог на двух массах. Не плюсим, поэтому две массы. И эта поправка экспоненциально падает в настоящих атомах, в нормальных – это очень маленькая поправка. Это кусочек Лемберского фибера. Но это обычная вещь, как бы ее учили в учебнике. Значит, если вы идете на маленькие расстояния, когда r немного меньше единицы n, тут гораздо интереснее. Тут начинается ритмический рост потенциал. Вот, сакарки еще нету. Значит, заряд начинает расти, это вот знаменитая формула, потому что заряд начинает расти, это прямо вот из этого фотоциала не получается. Если у вас сегодня я вернулся, там противоположный знак, и заряд, наоборот, ослабляется. То есть это знаменитые вполне формулы, но если вы приходите с пикатом, для атома интересуют, там это некоторые совсем небольшие поправки. И вам это, в принципе, известно. Значит, теперь, да, но мне тот флоновский, тот интеграл мне взять тяжело, я такой интеграл взять не смогу. Вот, в грязь 4, дождение рыжки я его не нашел во всяком случае. Аналитически не смог, да. Ну, тогда можно другого вступить. Давайте напишем экспозиционный оператор. Найдем асимптотик его. Значит, вот давайте тогда одно переменое. АТ, если t меньше единиц, он 2 3 Т, если t больше единиц, он 1. Давайте напишем самую простую интерпозиционную формулу. Точная формула с алгоритмом совпадает с этой формулой при разных t, и точность никогда не бывает лучше 10%. Вот. Поэтому, представляя такую простую формулу, мы можем найти потенциал с отчастию каждого 10%. Не совсем математическое утверждение, потому что интегральные выражения могут различаться на 10%, потому что интегралы могут различаться бесконечное количество раз. Тем не менее, дальше вы увидите, что ничего такого плохого не происходит, все очень хорошо. Давайте дальше пойдем. Значит, вот я написал этот интеграл, подставил вот это t, это как раз добавить назад, поделить на 3 плюс 2 t, так? Ну и все. И дальше он вот элементарно. Он сбивается на сумму вот эту вот, так сказать, энергиц, и сбивается на сумму двух самочек. То есть у вас есть обмен безмассовым фактором и обмен массивным фактором, массивной численности. Значит, ну и дальше вы элементарно считаете этот интеграл. Первый – это подставил потенциал z. Вы помните, что вы умерли, у вас потенциал не единицы на этот полос, а z потенциал. Вот вы его получаете отсюда, а отсюда вы получаете такой юхавский потенциал. Кольный 6,7,4g,2z. Вот. И вот множите. Значит, теперь, если у меня есть регионы тяжелые, масса много больше уже, тогда это маленькая поправочка. Это маленькая поправочка, этот член не важен. Тогда, значит, в случае тяжелых регионов, у меня есть маленькая регионная поправочка. Однако, если у меня, и есть поправочка пообновлена как шерпионат, то есть, простите, m много больше g, вот они больше. Однако, если у меня другой предел, если m много меньше g, его там простая форма инвентарная, можно найти, чтобы потенциал иметь следующий. на расстоянии больших. Много больше единицы на g, вот это выгайки, g на m. Он имеет линейную форму, но эта линейная форма, она подавлена, значит, g на m. Видите, у меня m маленькая, тогда большую точку сидит в знаменателе. То есть, у меня произошла эхронировка. Если эхронионы легкие, то у меня произошла эхронировка, то есть, потенциал у меня бессмассовая частица, вот, линия, но коэффициент маленький. То есть, эхронировка произошла, да, это маленький. Есть уже у меня расстояние маленький, внец на g алгоритм, то есть, там вообще имеется эхронировка. То есть, вот, так сказать, имеется вот такая эхронская формировка. Значит, если m равно нулю, это шингеровская модель, значит, если m равно нулю, то всегда у меня выполняется вот это вот условие, и у меня имеется модель шингера. То есть, потенциала масса. Этого нет. Не бывает в случае. Ну, а если есть масса, то, так сказать, я тут написан, что это первая перерывающая вариантная теория с массивным гектоном-потономом. То есть, прославливая теория, понимаете, ну, ландау гидок раньше, деликонечного. Ну, это, кстати, не элементарные частицы, а то, в случае, теории с автоматически. Там тоже потом массу выбирает, да, все, грудненькие. Ну, такая модель физико-минтарных частиц. Вот. Так, здесь фирмионные левики. Фотенциал имеет вот такой гипот, схематически нарисован. То есть, на маленьких расстояниях, конечно, все равно линейный. Фотенциал оказать много меньше единицы множе. Значит, дальше начинается вот эта экспоненциальная гарнировка. И в какой-то момент она прекращается, он идет вот так. Ну, мы дальше занимались, задачей мы сейчас занимаемся вот моим автором Буномашей из Франции. Вот такую картинку я нарисовала. Значит, вот это z, координата. Вот это потенциал. Значит, под одним цветом нарисован точный потенциал. Ну, то есть, вы берете интерграф, просто скорость точной функции, логарифм, да, численно. А другое это, когда вы подставляете вместо этого логарифма вы подставляете вот эту простую функцию. Ну, и вот видишь, это асинтотика, так сказать, в нуле я, где был линейный щен. Это асинтотика на больших расстояниях. Посередине вот этого из губарских щен, о котором я говорил, ну, подставлены числа такие же 1, 2, m равно 0,1. Вот. То есть, масса фотон это примерно, вот, так сказать, вот это вот. Ну, на расстояниях, на расстояниях, когда z нужно больше единицы на z, то есть, много больше двойки, пикают, пропадают, остается линейный потенциал. Вот. Ну, и вы видите, что точная форма и приближенная, и очень хорошо согласуется. Ой, он считался с помощью программной математики, которые я интересую, точных впечатлений. Будем? Ну, давайте последний график. Да, покажу и сделаем. Вот, это тот же самый график фактический, но только тут нарисованы разница точного и приближенного потенциала v приближенный v с четкой точной. Вот, относительная разница делить на v. Ну, и вы видите, что она достигает максимум 3%. Тут какие-то нестабильности вычислений, но все равно вы увидите широкий маленький. т.к. 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 Пока у вас Z, но вы имеете единицы на корне Z куб B, у вас имеется обыкновенный пункт. Потом начинается вот эта вот тезировка. Он быстро-быстро экранируется, значит, он быстро, то есть, так сказать, у вас более слабый потенциал. То есть уровень df придет. df. Вот, вот она здесь. Ну и теперь к атомному декции, если чувствуешь, скоро кончится. Вот к атомному уровню теперь давайте перейдем. Значит, ну вот этот вот кусок, он, так сказать, то есть, ну вот то, что я сейчас написал, это у меня были две асимптотики. Конечно, если бы я мог написать вам потенциал просто как функцию Z, которую я просто взял на уравнение сетей или решил по-хорошему. Вот так у меня есть только две асимптотики. Давайте я сделаю что-нибудь простенькое. Давайте я вот сделаю, как, так сказать, делается... Вот Таевский, ладно, я сейчас написал, и кальций-корнаков-поголь. Вот по этой форме здесь делаю. И вот тут написано, что Корнаков и Пополь сделали гораздо лучше это, гораздо больше, чтобы точность в работе 2003 года. Гораздо лучше точность. Ну вот, так сказать, ну я сказал, что это еще, так сказать, у нас есть вот всякие продвижения вот в кругу морща, и на самом деле я думаю, что мы все это уже как-то практически сделали. У нас есть и формула для потенциала хорошая, и для энергии есть хорошие формулы, но я не стал их показывать. Ну не опубликованы наши, как-то безответственно их показывать, я не стал их показывать. Можно это все, еще дальше можно все это проверить. Ну вот, давайте пока вот так с асимптотиками попробуем. Значит, здесь у меня есть только с асимптотики. Давайте разделим вот этот вот интеграл на два куска. От единицы на n до а-боровская, где экстренировки нету, получим е квадратно-сэш. З-з-з квадратно. А второй кусок, это от нандаусского радиуса до единицы на когню из ебэ. Ой, простите, от нандаусского радиуса единицы на когню из ебэ до единицы мэ. Вторая ассимптотика. Где у меня на а-боровской тут написано, где имеется экстренировка, маленький z. Значит, это вот с ароникой холдовой экстренировкой. Можете его посчитать, получится вот такой вот логотип. Значит, дальше складываем эти диафрагмы и получаем вот этот вот риттер. А это логотип под раз, но видите, он замерз. b можете стремить сколько угодно бесконечность, уровень замерз, он не опускается. Ну число тут стоит 220. И вот это вот, так сказать, если бы у меня вот не было этого шлининга, я считал бы интеграл, тогда бы у меня вот этот вот ебэ, это же резко было бы логотип. И я получил бы вот этим способом, я получил бы вот эту формулу из вот учебника, которую я описал. Значит, ну на самом деле, кто это первый сделал, так сказать, вот этого, ну не этого числения, вернее, ну утверждение о том, что уровень замерзает. Что уровень в сильном, в сильном поле замерзает, так сказать, что вот это, так сказать, что он не провалился именно на бесконечность, это первые сделаны Шаббат и Уссов в 2007-2008 году. Но они не делали все эти аналитические формулы, они делали численные, численные вычисления. Они считали потенциал численно, и, так сказать, потом вот так вот его инфекцировали. Значит, они численно считали, и у них вместо умного множества 220 получилось умного множество 295. То есть мы вспомнили, что этот квадрат мы же берем интеграл, а потом его квадрировываем. Корень на этой вещи. То есть, если вы берете только асимтотики, то это у меня 15 в квадрате, а они делают численно точную, и у них получается 17 в квадрате. То есть, видите, что точность вот этих вот очень грубых формул хорошая. Это хорошая точность для энергии, если верить вот в эту вот формулу для энергии, что это и есть вот вот эта формула. А эта формула сама вообще плохая. Но они делали так. На самом деле, если вы сделаете точную потенциалу, то получается меньше, не 220. Получается чуть-чуть не паразитно. Если они черновеси теоретики, то они как-то и знают, зачем они это не так? Они для меня зовут знакомого по поводу, и они не так, чтобы они не хотят. В принципе, они могли бы сделать, конечно, и лучше. Но, не, но... Они не числены решать уровня энергии, они получили потенциал. Вот φ. Вот я говорю, что я тебе не могу взять интеграл, не могу примерно интеграл взять. Они взяли вот числены на компьютере. После этого они имеют потенциал. В результате они потенциал сюда вот засунули, в эту формулу, и посчитали это. А то, что бы им надо было сделать, это некоторая другая, хитрая достаточно процедура. Если у нас нет энергетической формулы, то как ее численно сделать, я не очень понимаю. Скорее, может быть, численно надо решать уравнение Шлейфингера, которому потенциал, в свою очередь, числен. Ну, это все не безумно сложные задачи, конечно, с современными компьютерами. Но что они сделали, я сказал, что они сделали. Я думаю, что они думали, что эту формулу имели хорошую, точно. Я думаю, что они знакомы к вам с работой. Ну, не знакомы. Ну, с работой. Ну, и много, в принципе, интересного было. В принципе, это же правильное утверждение, что уровень не уходит на минуту с конечностью. То есть принципиально неправильное утверждение. Так, ну вот теперь я сказал, что я ссылки покажу. Значит, Шаба, Кусов, 7-8-й год. Они занимались в умении, они занимались в 4-х генерей. Сказали, что кулонский пенциал проявляется. И сказали, что замерзает основной уровень, когда B благоборщий эпидемий. Дальше. Ну, вот теперь исторически. На самом деле, вот как вот этот линейный член по B в позиционном операторе, так же, в позиционном операторе в сильном магнитном поле, так же, как соответствует это D4-D2, что за сильным магнитным полем, мы считаем, когда B благоборщий эпидемий, этого критического поля, то тогда у нас фактически замерзает вумерная и просто простой множитель. Вот это все мы сделали с Кобелевом, Глоскутовым и Кобелевом аж 35 лет назад. В принципе, уже тогда они могли все, что сделали Шаба-Кус, 7-8-м году, все, что мы рассказывали, могли тогда уже сделать. Ну, не сделали. Более того, те же самые с Кобелевом, в 83-м году, несколько плодших, в другой задаче, не об уровне атомного оператора, в другой задаче сказали, что в сильном магнитном поле, вот в таком, много большей категории, у фотона проявляется масса. Это тоже у них есть, но почему-то они и не поняли, что раз у фотона есть масса, то давайте кулонский потенциал паспорта. То есть они как-то задачи не вернулись. То же самое, что у фотона есть масса такая, ну, в кавычках масса, ну, и корнировка такая. На самом деле масса, это как поведение потенциала на больших расстояниях, на больших расстояниях, какого масла у фотона нет. Вот такая база массы, вот в кавычках. Вот эту же базу массу заметили Кузнецов, Михеев, Осипов, тоже в той же самой задаче, что вот эти, в 2002 году. Но не эти, не эти, с кулонским проживанием, атомами не занимались. Ну, наконец, вот это, Логан, 59-го года, очень хорошая работа по однажды. У Логан, такая аналитическая численная работа ведёт, Логан, 60-й год. Это они чисто решали эту задачу при уроне Шеллера при болях СИДа. Б большее подаст Е в числителе. У них есть там, так сказать, кривые соответствующие. Дальше Канаков попросил. Они бы для этой задачи Логан написали аналитические формулы для атомных энергий в сильном магнитном поле, в таком же сильном магнитном поле. И эти аналитические формулы, они в течение всего лишь процентов, так сказать, производят численные результаты. И они сильно отличаются вот этой формулой с квадратным логаном, с которой я писал. Ну, наконец, у меня была работа, вот почему я, собственно, с Аллой-то рассказываю, но он написал мне аналитическую формулу для основного состояния атомных зародов, и вот эта аналитическая форму у меня же показали, алгоритм там квадрата и единицы на девчих стоят. Ну и она, знаете, она описывает так же флоу, как шампанда и русского флоу. Шампанда и русского флоу. Шампанда и русского флоу она совпадает. Дальше. Ну вот заключение. Основное состояние аналитического уровня в сердце, сильном активном поле, это только единственный известный мне пример, когда традиционная поправка уделяет энергию состоятельной. Может кто-нибудь меня поправит? Обычно традиционные поправки очень маленькие, да? Они очень важные могут быть, например, есть какое-то расщепление, там очень маленькое, да? Очень важное расщепление на стадийный уровень начинает распадаться, два из два пальца. Но чисто это маленькое, то энергия меняется чуть-чуть. А тут и далее кардинально меняется. От минус бесконечности получается бесконечности. Вот. Написал я вам азметическое выражение для потенциала заряженной частицы в их подномерии. И если масса фермиона, которая лежит в пиле, меньше, чем константа связи, то имеет место на всех расстояниях и кранировках. Но, кстати сказать, я думаю, что я не смог найти ни в гугле, ничего, я не смог найти никаких работ где это было сделано. На самом деле, подача Шрингера, как безмассовая, так и массивная, это место, исхоженное вдоль и подперёг. Поэтому было бы естественно, чтобы это кто-нибудь когда-нибудь посчитал. Ну, я не нашёл, кого я спрашиваю, никто не знает. Я написал вам оситочный потенциал в сетоксильных магнитных полях в трёхмерии и формулу для основного строения года. Вместо того, чтобы уставил алгоритм коронавт b, то уставил алгоритм коронавт b, стоит вот такая, конечно, решение. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...